Добрый день, мы сегодня в Брянской области, хозяйство Дружба-2, с нами Алексей Шевцов, главный агроном. Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. Дружба-2 занимается производством овощей открытого грунта, картофель, морковь. У нас порядка 2000, из них порядка 600-700 гектар каждый год под орошением выращивается. С продуктом Кропвайс мы работаем уже на протяжении 4 лет, пока еще не перешли на полный функционал, но это наша задача номер один, сейчас убедить в этом руководство. Для себя видим перспективы, видим улучшение качества работы, контроля. 4 года, большой достаточный опыт. Что вам больше всего интересно в Кропвайс? Почему вы его именно используете? Ну, мы очень подсели сейчас плотно на качественные снимки от Planet Labs, не могу не отметить. Прям очень понравились. И когда регулярно занимаешься объездом полей, очень интересно потом то, что ты видишь на полях, видеть практически ту же картину на снимках. Конечно, погода иногда портит, тучи там или еще что-то, но помогает. И даже несколько раз было, я реагировал реально на то, что видел там и находил проблемы. То есть на участках, которые я не мог зайти. Мы далеко находились от привычной карты объезда, полей они находились на расстоянии. Но вот компьютер показывал проблему, ну вылез, прошелся пешком, посмотрел, да, проблема присутствовала. Алексей, с чем связано ваше желание перейти на платный функционал? Перейдя работу в Брянскую область, как бы я уже прошел через операционную систему и для себя как бы понял, что это очень, очень как бы полезно агроному. И полезно именно в полном функционале видеть всю работу техники, видеть все грехи, в режиме реального времени наблюдать за этим. В сезоне 2024 года на базе хозяйства «Дружба-2» мы пилотировали новый комплексный подход по сопровождению картофеля, который включал в себя подключение снимков Planet Labs разрешения 3 на 3 метра, прогноз заболеваний, введение сопровождения через Telegram-вод и полевые отчеты. В том числе одно из самых главных преимуществ комплексного подхода – это еженедельные рекомендации. Алексей, поделитесь своим опытом, что было полезно, интересно, что понравилось вам? Вообще, тема очень понравилась, ну вообще все новое, все интересно, как бы мы для себя, ну видели рекомендации, ну снимки, конечно, снимки отдельная тема, классная. В рамках небольшого хозяйства где-то я еще могу видеть, ну наперед то, что программа приводит, потому что там утром, вечером побыл, но если больше земли, здесь вопрос уже все-таки подключать искусственный интеллект в программу, которая будет подсказывать, направлять. Поделитесь, насколько был интересный новый подход, помимо полевых визитов, то, что приходили еженедельные рекомендации. Все-таки за программой искусственный интеллект у нас всегда стоят наши менеджеры, которые проверяют прогнозы, выезжают, смотрят, агросопровождение. Самое интересное в этом – это, во-первых, присутствие менеджеров, это живое общение. Это очень полезно, на самом деле, когда лишний раз менеджер приедет. Ну, менеджеров сейчас везде мало, и как бы они редко приезжают, но с ними всегда очень интересно пообщаться, потому что у них есть, как бы там ни было, они объезжают всех, у них есть расклад такой вот, ну, примерно, что творится на полях. Овощи – это та культура, которая не имеет какого-то шаблона по защите. Здесь, вот в частности, картофель, здесь много сортов, здесь, ну, в принципе, к каждому полю, к нему, ну, может, первая там фунгицидная обработка, она пройдет по шаблону дальше, в зависимости от погоды, от особенностей сорта. Но мы выстраиваем чуть ли не уникальную, ну, для каждого массива, ну, не для каждого, возьмем, для каждого массива у нас идет индивидуальная система защиты. И те рекомендации, которые приходят, оно заметно, что они приходят даже, ну, не шаблонно, то есть там не обработать, там, 2000 гектаров, харио флекс, нет такого, да? Вот что бы вы порекомендовали хозяйствам, которые думают о цифровизации? Не бояться и заходить, потому что это будущее, не бойтесь. Чем раньше вы начнете, тем быстрее у вас получится. Не сразу, конечно, будет тяжело, но нужно начинать. Спасибо большое, Алексей, за интервью. Коллеги, подытожим будущее, за цифровизацией будьте с нами, будьте с Крупвайс, используйте сервисы, достаточно большая линейка, а мы продолжим пробовать дальнейшие, вынедрять технологии, идти вместе с вами в будущее цифровизации.